Это уже не обвинение в коррупции и преследовании политических конкурентов. Михаил Саакашвили теперь подозревают в подготовке кровавой бойни в Тбилиси. Экс-президент Грузии собирался по украинскому сценарию устроить настоящий Майдан с баррикадами и стрельбой. Подобные инструкции, как подготовить боевиков и начать революцию, скандальный политик давал по телефону гендиректору телекомпании Руставе-2. Запись переговоров попала в сеть. Работайте по революционному сценарию. Вы должны оказывать сопротивление властям при возможном захвате телекомпании. Постройте баррикады. Именно забаррикадироваться и спокойно стоять несколько недель. Ясно. Я понял. С финансированием проблемы у нас. Надеюсь, поможете. Саакашвили поддержать грузинских соратников обещает, но требует, чтобы телекартинка была сочной. В кадре нужна гражданская война, чтобы миллионы людей в Грузии сделали правильные выводы. Должны быть раскрашенные лица, должно быть физическое противостояние, а если понадобится, то и стрельба. Глава телекомпании Руставе-2 Нико Гвамария уже подтвердил подлинность этой записи и поспешил оправдаться. У него нет политических амбиций, только желание бороться за свободу слова. Саакашвили просто друг, и совета его выполнять никто не собирается. В скандальной утечке Нико Гвамария тут же обвинил власти Грузии и потребовал возбудить уголовное дело за незаконную прослушку. Спецслужбы друзьям Саакашвили и правда шагу не дают ступить. Экс-президент уже давал такие же инструкции бывшему секретарю совбеза Грузии Георгию Бакерии. Политики хотели разыграть нападение на гендиректора Руставе-2, а также подготовку убийства сотрудницы телекомпании. Эту запись Бакерия тоже признал подлинной. Видимо, планы Саакашвили придется изменить и искать другие варианты возвращения на родину. В Грузии его ждут уже давно, а экс-президент объявлен в розыск. На него заведено уголовное дело за разгон мирной акции протеста в 2007 году, а также преследование оппозиционной телекомпании и медиа. Евгений Зуев, Анна Любимова, НТВ.